люди которые зарабатывают на жизнь просмотром записи с камер наблюдения что такого крипового вы увидели что никак не можете забыть какое-то время назад я работал начальником порта у нашего причала бросили лодку и долго ее не забирали так что пришлось проверять камеры на пристани чтобы попытаться найти владельца я включил запись камер сделанную в первую ночь пребывания этой лодки в гавани человек приплывший на ней стоял на корме в течение двух часов не делая никаких телодвижений после чего в час тридцать утра он просто сошел с борта спрыгнув в воду он так и не залез обратно на его тело так и не нашли жесть я не был сотрудником службы безопасности но какое-то время работал на круглосуточной заправке как-то ночью будучи на работе мой коллега случайным образом покончил с собой а я совершил ошибку посмотрел видеозапись камер он пошел в заднюю часть магазина с пакетиком какой-то дряни возможно кокоса занюхнул его и следующие 10 минут вел себя очень странно после этого он сел в подсобке и начал судорожно ворочаться пока наконец полностью не замер сидя в кресле он умер от сердечного приступа и приседел там пять часов его нашел клиент посчитавшись странным что прилавка никого нет после чего он вызвал полицию было очень странно видеть на записи людей которые заходили в магазин злились что на кассе никого нет и просто уходили думаю что кому-то просто лень работать но нет чувак был мертв я работаю в супермаркете какое-то время назад я был здесь на должности охранника по сути обязанность сидеть и следить за камерами наблюдения не относилась к моей работе но в этом отделе постоянно не хватало сотрудников а менеджер готовил меня к повышению поэтому иногда я подменял его и наблюдал за камерами однажды когда мы просматривали записи сделанные за ночь мы увидели как один подросток прогуливаясь по магазину спокойно поставил корзину с покупками на пол снял кепку и очки рванул прямо в стену он вписался в стену головой после чего повторил то же самое два раза когда он закончил его лицо было сплошным кровавым месивом затем пацан снова надел кепку и очки и тупо ушел вот же я охренел я смотрел запись камер видеонаблюдения на парковке на девятом уровне был парень который сидел в центре парковки и бился головой в столб вдруг он перестал биться и побежал краю не останавливаясь и не прыгая он просто перекинулся через край я тут же позвонил в 911 и рассказал о случившемся через несколько дней мне предложили пройти консультацию у психотерапевта свое время я работал айтишником в техподдержке был закреплен за благотворительной организацией которая предоставляла жилье и помогала бездомным людям у значительной части из них были проблемы с психикой поэтому в их домах происходило достаточно много любопытных событий работая там мне каким-то образом удалось избежать большинства из них хотя примерно на третий день работы мне угрожали ножом короче говоря однажды в понедельник я пришел на работу открыл комп и увидел письмо с пометкой срочно в нем говорилось что воскресенье ночью на лестничной площадке одного из домов произошел инцидент меня просили найти соответствующие записи с камер видеонаблюдения и переписать их на dvd диск мне приходилось делать это довольно часто я просматривал записи находил инцидент обычно это была драка или барыжничество и записывал его на dvd диск после чего его отдавали в полицию в письме не написали какого характера был этот инцидент поэтому я просто промотал запись и вот что я увидел один очень дерганный мужик обвязал веревку вокруг лестничных перил на верхнем пролете после чего закинул петлю себе на шею посмотрел вниз а затем тупо перекинулся вперед через перила он долго болтался и дергался после чего замер в общем да веселенький был понедельник работал в службе безопасности крупной энергетической компании где у меня был доступ к инфраструктуре видеонаблюдения примерно 80 плюс объектов в три часа ночи я проводил осмотр на случайной железнодорожной станции повернул камеру максимально вправо чтобы проверить что она работает и увидел как посреди путей какой-то чувак стоит на четвереньках и ест оленя я понаблюдал за ним минут десять после чего пошел за другим парнем который тоже в этот момент был на смене после того как я вернулся чувака уже не было я отмотал запись на камере и увидел как он перестал есть тушу вытер кровь с лица и как ни в чем не бывало пошел в лес прочитал ваши комментарии отвечая на самые часто задаваемые вопросы где-то произошло айова почему я просто стоял там как тупой осел это было поздно ночью посреди моей длинной смены и я не очень понимал что происходит я забыл что в офисе есть еще один человек который может подойти и помочь мне понять что за нахер там происходит что на нем было надето трудно сказать на камере особо не было видно вроде как на нем была какая-то массивная верхняя одежда вроде той в которой можно работать на улице зимой это была поздняя осень так что ночь была холодная где-то минус один градус я работала в гипермаркете в отделе безопасности однажды у нас арестовали женщину за непристойное поведение в общественном месте и меня попросили проверить камеры мне пришлось долго отматывать с момента ее ареста до начала всего этого действия виляя по дороге и едва не врезавшись в несколько машин она подъехала к магазину вошла в него с двумя маленькими детьми оба из которых оказались умственно отсталыми эта женщина буквально таскала этих детей по магазину давая им пощечины и дергая за уши грудки если те не слушались в какой-то момент она просто бросила их в отделе одежды прошла через заднюю дверь в зону отдыха где спустила свои штаны и нагадила на дверь пожарного выхода полагаю она подумала что этот туалет затем она натянула на себя штаны не вытираясь если что и вернулась обратно как ни в чем не бывало кто-то увидел что она сделала и пошел за ней к счастью в магазине в это время находился полицейский которому наша сотрудница все рассказала и он быстро подошел к ней и арестовал я думаю не стоит говорить что она явно была под кайфом и или была набухана самое страшное что она ни разу не упомянула о детях только посмотрев запись я увидела что они все еще ждали у тележки с покупками они совершенно потерянные боялись даже пошевелиться позже мы вызвали службу опеки я до сих пор частенько думаю об этих детях у меня сердце разрывается при мысли о том через какое дерьмо им все еще приходится проходить в свое время я работал в отделе безопасности walmart он находился в районе где было огромное количество нарколыка сидящих на хмуром страшнее всего было наблюдать за тем как в течение года из-за этого дерьма кто-то стремительно превращался из абсолютно нормального адекватного человека в конченого на река по фотографиям и видео с камер наблюдения можно было построить хронологию угасания того или иного человека в особенности выделялся один парень когда я задержал его в первый раз он вел себя очень вежливо и интеллигентно он просто воровал чтобы взять себе дозу через год и в четвертый раз когда я его поймал от него осталась лишь оболочка он попытался убежать от меня а я посмотрел ему прямо в глаза и сказал я знаю тебя гэри пожалуйста не убегай я никогда не забуду выражение его лица когда он понял что кто-то знает его а он даже не помнит этого человека раньше я работал специалистом айти поддержки в одной компании это была фабрика с огромным количеством тяжелой техники которая ездила внутри большого крытого помещения там работал огромный фронтальный погрузчик который зачерпывал материал и сбрасывал его в бункер по бокам стояли огромные бетонные блоки высотой 3-4 метра погрузчик по неосторожности задел основание блока и тот упал на одного из двух парней которые шли рядом друг с другом по территории завода парень скончался на месте мне было поручено просмотреть запись после чего сделать копию точнее 6 копий а затем проверить проигрывается ли каждая из них и можно ли все эти записи запустить с флешки короче говоря мне пришлось более десятка раз просмотреть запись убийства этого парня после этого мне также предложили проконсультироваться с психотерапевтом я работал в пабе в сиднее сидел за системой видеонаблюдения как-то раз я увидел как чувак играя в покер на игровом автомате постоянно сжимает и разжимает ноги через несколько минут он отошел в угол комнаты посрал там и вернулся к игре да что вы знаете о зависимостях изменено на самом деле подобное случается не так уж редко в основном чуваки ссут под себя игровые автоматы зло они созданы для того чтобы вызывать у людей зависимость а это приводит к тому что некоторые люди не могут оторваться от них даже чтобы сходить в туалет я не зарабатывал этим на жизнь но так как мы жили в юар мы решили поставить в доме камеры видеонаблюдения монитор мы установили рядом с кровати чтобы не вставая с постели видеть что происходит на четырех камерах как-то ночью мы услышали непонятный звук включили монитор но не увидели ничего необычного я уже хотел снова лечь спать но моя девушка заметила что с одной из камер что-то не так мне кажется или вид с этой камеры такой будто ее направили немного в другую сторону спросила она нет все как всегда ответил я и снова лег спать ее не убедил мой ответ поэтому она начала просматривать записи и правда на записи видно как какой-то чувак бродит по участку и камера фиксирует как он ее настраивает а знаете что самое стрёмное то как выглядело его лицо в балаклаве как сказала моя девушка на нем была маска убийцы реально криповая херня не связано с моей работой но все же мы с моей супругой взяли для нашего малыша штуку которая называется овлет монитор камера плюс приложение в телефоне камера направлена на его кроватку и всю комнату эта тема работает как настоящая система видеонаблюдения и это уже довольно крипово короче проснулся как-то раз в два часа ночи пошел проверить сына и снова лег спать в кровати я решил еще раз взять телефон чисто чтобы на всякий глянуть все ли норм и тут я увидел в окне его комнаты две яркие точки похожие на глаза в режиме ночного видения я жестко пересрал и сразу же пошел в его комнату чтобы проверить что за нахер но зайдя в комнату снаружи я ничего не увидел я снова включил приложение и там больше не было этих точек я подумал что это могла быть собака или что-то типа того я лег спать проснулся через час и снова посмотрел в приложение и опять там опять были эти две светящиеся точки тогда я взял пистолет и пошел на улицу подходя как ну я уже был готов к тому что придется нажать на курок адреналин херачил на полную катушку но я снова ничего не увидел подойдя ближе к окну я заметил немного примятую траву как будто там что-то сидело до этого следующие пару ночей я спал у сына в комнате на спальном мешке все время мониторил камеру но больше я не видел этих огоньков ну и слава богу потому что я реально жестко обосрался изменено обычно скептически отношусь к подобным вещам я пытался рассмотреть что это были за огоньки и надеюсь что это было животное а не человек какой-то конченый отбитый тип моему сыну сейчас 6 месяцев а этот случай произошел когда ему было 4 месяца камера была там с тех пор как мы забрали его домой за все время пока была установлена камера и никогда не видел ничего такого при этом на той стороне нашего дома нет ни светофоров не уличных фонарей спустя час увидев снова эти светящиеся точки в телефоне я реально чуть не обоссался но когда я зашел в его комнату и посмотрел в мобилу я увидел там только себя его и черное окно я реально был готов защищать свою семью любыми методами однако благо малышу уже шесть месяцев и после того случая ничего подобного больше не происходило так что надеюсь что это просто было какое-то животное большое спасибо за просмотр в комментариях под видео люди которые зарабатывают на жизнь просмотром записей с камер наблюдения напишите что такого крипового вы увидели что никак не можете забыть и не забудьте посмотреть наши другие видосы обнял пока